Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как быть, когда пошёл четвёртый год, как мы живём в родине? Мы не общаемся, я не слежу за его жизнью в своих сетях, но он до сих пор в моём сердце и не хочет его покидать. Бывают дни, когда просто невыносимо отзываться, что ты не видишь рядом с собой другого человека, который был тот самый родной, похожий на тебя и самый лучший для меня. Но ничего не получается с другими мужчинами, я всех сравниваю с ним и они проигрывают всегда. А здесь ситуация следующая. Я бы сказал в каком-то смысле, что ситуация как бы несколько аспектная в данном случае. В первую очередь вы говорите о том, что мужчина в вашем сердце, что он не хочет оттуда выходить и, в общем-то, здесь имел бы смысл, как мне. Кажется, размыслить над тем, что конкретно человек для вас значит. То есть, ну вот вы говорите, да, что вот, что вы о нём думаете, что вам невыносимо. Вот. Вот хотелось бы увидеть немножко. Что это за чувства? Да, вот, ну, ваши чувства. Какие они, они, что это такое? Вот. Это очень важный, как мне кажется момент. Вот. Это с одной стороны. То есть вам бы самой, как-то вот, для начала, да, стараться увидеть свои чувства, свои ощущения. Вот. Следующий момент. Это то, что вы сравниваете его с другими. Здесь, в общем и целом, идея о том, что вы идеализируете человека. Идеализация происходит, когда за счёт другого личность хочет, ну, как-то вот что-то себе компенсировать. Вот. Поэтому, поэтому, вам бы здесь бы постараться поисследовать, чтобы пытаясь комментировать. Вот. Почему вам не хватает, почему вы чувствуете себя неполну. А вот. Здесь, соответственно, представить себя как идеализировать. Ам lum direct. и испытывать боль, из-за того, что вы не вместе нормально. Но обратите внимание, что сравнивая других мужчин с ним, вы не видите этих мужчин отдельно. А это значит, что вы пытаетесь просто заместить, заменить, вот, понимаете? И замена и замещение происходит как раз, когда человеку требуется что-то компенсировать. Поэтому вам необходимо вот разобраться с этим, что вы, собственно, пытаетесь компенсировать. Следующий момент касается непосредственно прожитых вами чувств. Чувств, то есть, вот, как бы, вопрос, который вам можно было бы себе задать. Здесь звучит так. Прожила ли я свои чувства, вот, ну, связанные, вот, непосредственно, вот, с расставанием, да? Как бы, потому что есть ощущение, что не отплакали вы потерю, не прожили её. Вот, это может быть не так, может быть, вы их и позволяли себе, так, так скажем, быть расстроены. Ну, вот, все-таки есть, ам, разница небольшая, когда вы пристроены и когда вы проживаете боль. Вот. Вот. Понимаете? Поэтому здесь, эээ, тоже такой вот, оооо, Ku-о-о, по-побусски, ваузный момент. как мне кажется, на который вам нужно обратить внимание к своему. Наконец, последнее. Не слишком ли много, допустим, вы уделяете внимание другим людям? То есть, как бы, ну, к тому же мужчине, да, например? То есть, вот, не слишком ли много? Может быть, имело бы смысл постараться для того, чтобы выделять внимание себе и своей жизнью. И наполнять свою жизнь некоторыми интересными вещами, моментами и так далее. Вот. Теперь вопрос к вам, да, вот. Как вы это делаете и делаете ли вы это вообще? Понимаете? Да. На мой взгляд, это... Баспопа смысл. На мой взгляд. Вот. Ну, понятное дело, что, как бы, решать, по итогу, все равно вам, так или иначе. Вот. То есть, это вопрос уже немножко такой получается для нас с вами. Вопрос будущего взаимодействия. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на ваш текст. Конечно, существует определенная проблема. Проблема, например, того, что вы травмировали, расставали. И, правда, необходимо вам помочь прожить. Само собой, что если этого не сделать, то вы рискуете застрять в этом состоянии, которым вы сейчас находитесь. И, соответственно, если, вот, ситуация складывается таким образом, допустим, что вы можете получать какую-то выгоду из своего текущего положения, то вы будете, конечно, ну, как бы, удерживаться. Вы будете удерживаться в этом состоянии, в этой позиции. Вот. То есть, тут в данном случае, как мне кажется, не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Вот. Обратите внимание также еще на то, что вы говорите, как быть, как быть если. Это не совсем корректно поставленный вопрос, потому что были корректные вопросы. Здесь звучал бы иначе. Как быть, чтобы что. То есть, из чего, вот, собственно говоря, по итогу хотите. Вот. Забыть человека или себе разобраться. Чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова